Приветствую вас, мои родные, любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Хотел продолжить, в принципе, предыдущую тему по поводу творения, не творения зла, но теперь я хотел бы другую мысль. Ну, кто знает, я уже говорил, кто у меня в друзьях, в социальных сетях. Я сейчас делаю посты такие, с разными мыслями, глубокими, мудрыми, интересными и истинными. Вот, кто видел уже этот пост, я еще поделюсь. Я там обычно со своими фотографиями делаю, но не важно. А вот я хотел бы показать, да. Ты не изменишь весь мир, да. Опять, ты не можешь сотворить всему миру благо. Вы помните предыдущую тему. Помогай одному человеку. Да, казалось бы, ой, что я могу у нас, любимые, это. Ну, что я сделаю, капля в море. Да, ну что, ну пропустил мимо там нужды чьей-то. Ну, что я могу? Ты не можешь изменить весь мир. Я что? Ну, что мы весь мир изменим? Ну, все же бросают, и я выброшу там баклажку, да. Какую-нибудь. Все мусорят. Ну, что я, разве я могу изменить весь мир? Да, ты не можешь изменить весь мир, помогая одному человеку. Но ты можешь изменить весь мир этого одного человека. Весь мир, помогая одному, ты не изменишь. Но помогая ему, ты можешь изменить весь мир этого человека. Вы знаете, насколько это действительно глубокая мудрость и истина в духе Евангелия, в духе Христа. Я даже не знаю, стоит, как можно вообще проповедовать на эту тему. По-моему, все и так уже ясно и понятно и сказано. Нам всегда кажется, что наше действие малозначительно. Вот я опять к предыдущему ролику, что нам кажется, что я что-то делаю, какой там результат, эффект. И ведь единственное, конечно, поговорить есть о чем, вы знаете, язык-то подвешен. Конечно, поговорим, потому что нам кажется, что вот я делаю, и я опять к той теме, что я про себя уже говорил, про опыт какой-то. Нам кажется, что надо результат именно сегодня получить. Вот я сделал, и я хочу обратную связь получить, увидеть результат своих действий. Но это не так. У нас живой пример – это Евангелие, да, жизнь и учение Иисуса. Ну, когда его убивали, распинали, те, кто его делали, палачи и судьи, и ненавистники, были убеждены, что на этом все закончится, как заканчивалась история многих, даже великих, так скажем, людей. Ну, помните, я вам почитал даже мысли Наполеона о том, что при всей их славе, уже при их жизни, в принципе, их слава, величие и учение, так скажем, и мировоззрение, и цели, и идеология уже никому не нужны. Когда Иисуса распяли, убив, распявши, убили, да, те же самые ученики, вы помните, уже все, все поникли, все закончилось. Ну, было и прошло, да, вы помните, и Петра, и прочих учеников, и тех двух учеников, которые шли в Имаус по дороге. Ну, все, ну, что, вот, было, но не получилось, все, одни рыбу пошли ловить, кто на работу, кто по своим городам стали расходиться. Ну, Иисус воскрес и дело его, наоборот, ожило, да, так скажем, воскресло и стало еще больше распространяться. И, опять же, сразу ли оно покорило весь мир? Вот, действительно, те же самые апостолы, ну, прям так вот верили и чувствовали, и знали то, что они делают, какой даст эффект. Вы думаете, они, когда писали свои послания, были твердо уверены, что это потом будут такие святые послания, вошедшие в канон какой-то Библии, да, в будущем такой утвержденный и всеми почитаемый, уважаемый, любимый, да. Нет, я убежден, что нет, как и все мы, мы очень часто, действительно, я говорю, я не говорю, что надо возноситься, хвалиться там своими поступками, делами, и заранее приписывать им тех результатов, которые еще не состоялись, но я хочу, действительно, сказать, вот, ну, может быть, просто я же своей жизнью делюсь, то, что в моей жизни, в частной жизни, в конкретном временной период времени своей жизни говорю. И вот когда, вот, я говорю, даже вот эта моя передышка годовалая на Ютубе, я же и ролик записал перед началом этой передышки «До свидания», да, в котором сказал, что меня что-то уже подташнивать стало от всех этих религиозных перипетий, именно от людей, да, что вот эта вся злоба, осуждение, тыканье вечное там, мне уже стало, я говорю, хотя я говорю, ведь точно так же мне, конечно, и писали хорошие слова поддержки, действительно искренней благодарности за то, что у кого-то жизнь поменялась, кто-то стал счастливее, освободился, в буквальном смысле познал истину, которая в простоте, в любви человека к человеку, вот и все. И, ну, мы же хорошие не замечаем, да, плохое всегда, но наружу больше задевает. И вот я, конечно, говорю, был еще, так скажем, зеленый, молот в этом плане, да. Конечно, прошел год, и я вот понял, что ни в коем случае нельзя отчаиваться, мы не знаем результата своей деятельности никогда. И даже, нет, ну я тогда все это понимал, знаете, я говорю, ну просто вот так, я, хоть и просто мне тоже стали писать, что там что-то изменилось, или вот, конечно же, все это я и говорил, и мыслял тогда точно так же, вот, и я вроде бы пытаюсь найти причину тому же самого отдыха, может, просто нужен отдых. Вы помните Иисус учеников точно так же, ну там ни на года, ни на год посылал отдохнуть. Я всем всегда сам на этом же примере, на примере того же самого Иисуса, Бог явившись во плоти, который все время где-то оставался один, отдыхал, молился, вы помните, в пустынных местах, там, на горе, то есть все это было, и мы все, нам всем нужен отдых какой-то, и физический, и духовный обязательно, вот, и причем это действительно может быть и час, и день, и два, недели, месяц, а может и год. У каждого свои периоды, всему свое время, вот. Но, и поэтому эти внешние как раз не показатели, это я так, а вот сердцем я делюсь действительно, что все равно у меня было такое, и вот эта борьба, я вроде бы осознаю, что я кому-то помогаю, вот именно многим, чуть ли не мир перевернул внутри, да, и причем в хорошую сторону, потому что проповедую, добро и любовь, я понимаю, что человек в худшую сторону измениться не может, а если может, то и не благодаря мне, потому что я как раз говорю о том, что надо быть хорошим, надо творить добро, вот. И вот ты этого недооцениваешь, да, действительно, сатана где-то подкусывает через кого-то, и ты вот как бы сдаешься все равно. И этого делать, конечно, нельзя. Вот, надо быть более крепким, твердым, и вот именно не умолять даже самых маленьких дел. Дело не в том, что ты ими возносишься и гордишься, но и недооценивать их нельзя, надо давать им правильную оценку. Это действительно, вот я, я это всегда на обе стороны смотрю, у нас человек, он и видим, и невидим, и природа, да, поэтому и на материальную помощь, в чем бы она, не нуждался человек, в куске хлеба, в воде, я говорю, в каких-то материальных, ой, в жилищных условиях, я говорю, да и можно на машину помочь человеку, если она ему нужна, если это отец большого семейства или даже маленького, надо смотреть, это могут быть инвалиды, да, это могут быть нуждающиеся, кто угодно, вот, а может быть, вот, и я обращаюсь, кто хочет, мне вот помогает, да, с теми же самыми техническими какими-то, то, что я вот все это делаю для проповеди, там, я говорю, нужен хороший компьютер, нужен хороший монитор, нужен хороший микрофон, вот, от этого, это же приятно, это же радость, в этом нет ничего плохого, даже наоборот, это хорошо, я сам переслушал кучу записей, начинал с разного слушать, где постоянно фонит какой-то дешевый или некачественный, или далеко отстоящий микрофон по своим, да, плохую картинку видеть, что в этом хорошем, нам хочется качества, мы стремимся, вот, Иисус сказал, стремимся к совершенству, да, и здесь нет ничего плохого, быть прекрасным во многих вещах, всего есть цена, всего есть вес, безусловно, ни в коем случае нельзя, ну, как ты будешь покупать машину, если у тебя родители в чем-то нуждаются, образно говоря, там, да, ты все, продают люди все свое, лишь бы, там, какую-нибудь операцию сделать или еще что-нибудь, от какой-нибудь наркомании, там, спасти детей, да, вот, то есть, все надо взвешивать, естественно, имеется в виду не так, что на одном краю пируют, на другом плачут, нет, везде гармония должна быть, вот, ну, действительно, Господь так мир придумал, что из одного семечки, вон, и 30, и 60, и 100, и 1000 может происходить, вот, поэтому, на самом деле, Бог нас благословляет, мы все прекрасно знаем, с лихвой на все, вот, если разумно к жизни подходить, то все можно, везде можно находить и поступать поистине, вот, и поэтому это обязательно, конечно, это любовь, она проявляется и в видимых вещах, я говорю, это и слово, слово доброе, слово поддержки, слово похвальное, слово ласковое, какие угодно, да, вот, научительные, проповеднические, мы по-разному любовь свою проявляем, это все любовь, ну, и слово я сейчас как материальное выдаю, ну, я говорю, все первые деньги, да, человек надо накормить, человек надо исцелить, человеку надо сказать что-то, вы помните, как Иисус, он не, он, он не просто в пещерах писал какие-то учения, он все время творил дела любви, это очень важно, помоги человеку именно этим, ну, кстати, я говорю, хорошая эта картинка, на самом деле, да, потому что тут показано, что человек не словом учит, а именно, вот, делом, там, вытаскивает из ямы, да, ты сначала помоги человеку, а потом уже скажи, почему ты это сделал. Я вам вот уже говорил честно, мне не очень нравится эта фраза ради Бога, ради Христа, во имя Бога, нет, не очень не тратить, воздать славу, да, и то, это лишь нас Иисус учил, чтобы не превозноситься, но, вы знаете, надо человеку прямо сказать, да я это сделал, потому что я люблю тебя, вы знаете, когда там ради Бога я сделал, то есть, мне как бы нафиг не надо, но вот ради Бога я это сделал, это же, вы знаете, я стал, Ира, задумываться над всеми вещами и свою жизнь тоже во многом шлифовать, прости Христа ради, ради Бога, то есть, не просто искренне прости меня, я тебя обидел, что-то сказал, слушай, прости, что-то сделал человеку, вот ты меня лично прости, сам от сердца отпусти, не так, что Бог простит, вот эта вот фраза глупая, я считаю, ради Христа, да, я тебя прощаю, у Льюиса мы вот своим, может, будем читать вот это расторжение брака, там очень есть, у него прям прекрасные мысли были, там одна, типа, дама 18 века, я не могу вас простить, но я прощаю вас ради Христа, ну, там, ну, там, комментатор мужчина, но он так читает тоже, как и я, он сейчас пытается, вот, я вас прощаю ради Христа, я христианка, ну, так это вообще, он так это Льюис вообще красавчик, я говорю, обязательно, почитаем с вами, не все пусть у него, но у него, я говорю, расторжение брака и просто христианство, действительно, действительно достойно того, чтобы познакомиться с этим, и есть чему назидаться и получить пользу, и вот, я говорю, радость, он очень красивый, и чувство юмора у него было прекрасное, вот, есть что почитать, интересно, действительно, для души, для радости и для пользы, вот, поэтому нам надо именно любить человека, нам надо показывать человека и сражать их этой любовью, и эта любовь, вот этот поступок, может быть, однажды, случайного человека на улице, может, он вас никогда больше не увидит, может, увидит, вот, я вам говорил, как я стал поступать, я говорю, мне на ногу наступают в троллейбусе, а я предупреждаю человека и вперед говорю, простите, я видел иногда, ну, иногда люди не реагируют, иногда реагируют, и вот, когда реагируют, я видел реакцию, она очень разная, некоторые действительно изумлялись, некоторые улыбались, некоторые, конечно, тоже, ну, извинялись для них, они как будто, может, даже в шоке, не замечая, как будто, то есть, а некоторые действительно, то, как я уже сказал, и так смотрят на меня, и это поражает людей, понимаете, и нам кажется, из этих мелочей складывается жизнь, вот, и это, я говорю о каком-то маленьком поступке, а может быть, действительно большой поступок, он может изменить всю жизнь человека, вот, Поэтому очень важно, любовь, тем более, которую мы проповедуем, являть, конечно же, в делах и словах. И этот, я говорю, любовь, не скупиться на нее, действительно, ее везде. Сеять эти семена, как Господь сказал в притче о сеятеле, разбрасывать. И мы не знаем, какой они плод дадут. Я говорю, а то же самое проповедь, я вот, кажется, да ладно, все, я уже сто раз говорил, и кому это надо. А я же понимаю, конечно, у меня мечта увидеть не учеников Иисуса, а учителей, которые, может быть, я поспособствовал, что они выросли. Потому что я не как все эти пастыри, там, головку подрубаю, только он подрос, хлоп, только подрос, хлоп, ты что, конкуренция мне хочет стать? Да я мечтаю, чтобы начали появляться каналы, и люди стали проповедовать Евангелие, любовь, Царство Небесное. И мне там не нужны похвалы, действительно, и чтобы даже ссылались на меня. Если я просто увижу, если я просто лично знать буду, что мы вместе общаемся, это брат, сестра, и вот он стал. Не обязательно там на меня, вот им, как я говорю, как Иисус говорил, ссылки там, это не надо. Я бы даже больше рад был, если бы на меня вообще не ссылались, а действительно сами стали говорить, как от себя. Своим опытом свидетельствовать. Это хорошо, что мы, конечно, там делимся роликами, у кого-то дары есть, но это же здорово. Я бы был рад увидеть таких учителей. Как и Иоанн Креститель, действительно, мне это очень близко, его фраза-то, мысль. Им должен расти, а мне умоляться. Да я бы рад был, чтобы увидеть эти плоды. Что они становятся не учениками, а учителями. Это же здорово. А у нас одни ученики. Если останутся одни ученики, христианство погибнет без учителей. Ученики должны, как Иаков писал апостол, вам уже время давно учителями настать, а вы все еще ползаете в подгузниках. Если бы вы знали все, что мне пишут, и все мои общения, да, там интернет, вы бы в шоке были, действительно. Потому что учителем ты опыта другого набираешься. Казалось бы, человек там 2-3 года меня слушает и спрашивает меня через несколько лет, а сколько раз причащаться. Я говорю, где ты вообще, у меня плейлист 25 роликов. Я вот даже не знаю, слушает она меня, нет. Ну, послушайте, я надеюсь, не обидится. Я эти примеры привожу, я говорю, без фамилии, имен. Это же личная переписка. Я говорю, ну где ты нашла, пожалуйста, дай мне ссылку на ролик, на минуту, где я говорю, что нужно. Я наоборот, все ролики мои, говорю, 25 роликов о причастии, где я говорю, что этого вообще делать не нужно. Что ты причащаешься делами любви к Богу, и ты тем самым, пребывающий в любви к ближнему, пребывает и стяжевает в себя Бога. И в нем Бог раскрывается. И ты в Боге, и Бог в тебе. И чем это у вас есть и умножается, как Петр говорил, тем вы больше и больше становитесь богами, богоподобными, совершенными и светлыми. Я говорю, где я? Покажи ролик и минуту сбрось мне. Ты же мне сама говоришь, вот я этот ролик смотрел у вас о причастии. Я говорю, где я там сказал, что нужно. Раз ты спрашиваешь, сколько же раз надо причащать, значит, я где-то сказал, что это нужно делать. Преломлять это хлеб, вино. Где я? Я вот удивляюсь. Поэтому, конечно, и те же самые христиане. Вот кто мою эту беседу смотрел с протестантом, там Саша ее организовывал, Ерохин, что там мы поговорили о законе. Я с Сашей уж потом созваниваюсь, но он, наверное, будет этот ролик смотреть. И я ему говорю, что несмотря на всю твою, ты можешь себя недооценивать, там, косноязычность, малознание, скромность. Я говорю, тебе 40 лет, ты любишь писание, во всех там этих группах участвуешь, что ты читаешь. Да ты сам уже вырос до учителя, у тебя доброе сердце, он там тоже участвовал в нуждах, когда я объявлял, да. Да начни ты проповедовать, ты увидишь, как ты вырастешь. Я говорю, что ты все бегаешь, как ребенок в подгузниках, собираешь там эти все лжеучения, и сам же их не принимаешь, и все равно пытаешься там что-то разобраться, где правда, где ложь. Да в тебе истина. Прими, что считаешь правильным, выкинь, что считаешь ложью, и начни проповедовать. Вот, но это ладно, это я говорю, это моя жизнь, я очень много по этому говорю о проповеди, но тут никуда не деться, может, от немногим. Но каждый по себе рассудил, у кого в чем Бог, одних ставит апостолами, апостолами, других учителями, третьих пророками, четвертых, диаконами, да, то есть служителями, добрыми делами, людям за материальным там, вы помните, которые следили. У каждого на самом деле свои дары, таланты. Многие из вас действительно семейные люди, дети, неважно, муж, вы или жена, отец, или мама своих детей. У всех, понятно, свои дары, но на своем-то месте, вот именно, начните со своих детей, действительно. Весь мир вы не измените, но вы можете изменить весь мир своего ребенка, вот так прочитайте. Весь мир своего друга, своих родителей, тех, кто вас видит на работе, это немалозначительно. Вот, поэтому каждое наше слово, каждый наш поступок, оно все равно отражается в этом мире, оно имеет последствия. Вот, и поэтому я опять хочу сказать, что недооценивать их не стоит, не стоит их умолять, я говорю, не надо ими возноситься. Кто любит, на самом деле, по-настоящему людей, кто эту Божью природу в себе раскрыл и понял ее. На самом деле, как я уже говорил, все эти, когда вам там тычут просто про это, возношение, гордость, все это ерунда, это тычут. Люди в основном, конечно, хоть даже себя могут хоть трижды христиан называть, но сами они еще на стороне тьмы. Кто познал это, тот, как можно возноситься, когда ты просто любишь человека. Вот ты ему помогаешь не потому, что, я говорю, ты, наоборот, даже чувствуешь себя неловко, если ты не помогаешь ему, для тебя это просто норма. И ты вообще даже не думаешь, как можно возноситься, любя, я вот просто понять не могу. Если это настоящая любовь. Если ты от чистого сердца делаешь человеку приятно, доставляешь какую-то радость. Я говорю, как ты возносишься-то? Во-первых, ты получаешь от этого радость. В общем, я даже такие вещи словами уже объяснить не могу. Это какая-то глупость людей, которые вот именно во тьме, и все у них вокруг, и в них плохо. Я не понимаю, ты, если делаешь человеку добро, ну и делаешь. А что тут, чем тут возноситься, что тут такого-то? Чего там только вот они не тычут, не придумывают, дети тьмы. А нам надо светить. И вот этот вот свет, я говорю, никогда его недооценивайте. Более того, оцените его правильно. Вы не знаете, посеянная эта семечка, кого даст. Может, она, я говорю, закваску даст и вырастет там проповедник, великий благотворитель. Вы, может, какому-нибудь миллионеру, что-нибудь маленькое сделаете. Он поразится и все раздаст. Вы ему одному на дороге, на Мерседесе, колесо помогли, или вытащили его из этого Мерседеса, перевернутого на обочине. Он, увидев вашу любовь, а вам для этого ни денег, ничего, вы на Запорожце, может, ехали. Он в кувет улетел, потерял сознание, и машина возгорелась. Я сейчас, конечно, притчу придумываю, но это все может быть реальность. Вы его спасли. И сколько он добра потом сделает, познав любовь. Я говорю, а представьте, вы ему враг. Вы едете, это ваш какой-нибудь шеф, который вас сегодня уволил с позором, решил зарплаты, обругал тебя, всю твою семью, маму, папу, жену, всех назвав проститутскими. Ты едешь с работы или откуда-то там уже из дома. Не важно, вот представьте какую-нибудь притчу, можно и миллионы придумывать, рассказывать, а все притчи, по сути, это все жизненные ситуации. И вы спасаете этого человека, несмотря ни на что. Он будет уязвлен этой любовью, этой стрелой любви, и все. Он может изменить свою жизнь кардинально. Но завтра вы можете уже не сделать таких поступков, вам некогда выигрывать, вы можете заживеть потом обычной жизнью. Это поступок сильный. И одного человека это изменил весь мир. Весь мир, вы, может, завтра умрете уже тоже, все. Это ваше последнее дело было. Вы весь мир не изменили. Но даже вы изменили весь мир этого человека. Через него изменили тысячи миров других, потому что только благодаря вам, образно говоря, он изменился. И изменил потом также за окваской еще тысячи жизней. Мы не знаем. Так что всегда об этом думайте, помните, что добро, оно расширяется, оно светит, тьма, она сжимается и пожирает сама себя. Я говорю, и нельзя недооценивать вот эти вот вещи. Наоборот, их надо правильно оценить и действительно себя в трудные минуты в этом плане поддерживать. В трудные минуты не в плане, я говорю, никогда там, человек вообще как христианин, я не верю, что, ну, не то, что не верю, во зло скатываться, да. Ну, вот действительно, к творению добро, в прошлый ролик мы записали, не делай никому зла, так скажем, да. Это уже великое благо, действительно, его тоже нельзя дооценить. И сегодня мы с вами поговорили, так скажем, любой маленькой, вот, то есть, как я себя показываю, есть ноль, да. Все, что ниже, конечно, плохо, но ноль, это тоже хорошо. Выше, и любой выше, я говорю, любой, самый маленький вектор, копейка, кому-то пожертвованная, 10 рублей, 20. Это что касается денег, простое слово, теплое слово, доброе, любящее слово, ты там, по нигирике ты спел, похвалил ребенка, жену, мужа, детей, родителей, помог, сказал, там, я говорю, комплимент сделал. Все это всегда тебе в плюс, вот. Ну, естественно, я говорю, если ты не думаешь об этом как азарт, ты просто это делаешь, вот. И это действительно, я говорю, меняет тоже людей, надо это просто, вот я говорю, запомнить. Ты можешь изменить действительно весь мир человека. И я говорю, опять же, неизвестно, каким поступком. Может быть, этому человеку измениться, достаточно будет доброго слова. Я говорю, вот этого алкаша никто, не это. Кстати, вот, жалко, я говорю, на ютубе сейчас нельзя все эти куски вырезать. Сейчас уже за любые 10 секунд могут просто канал заблокировать, и все там, у них все ужесточается правило. Но кто будет в соцсетях, я к этому ролику добавлю видео, кто у меня в соцсети. Вы увидите, помните, у Михалкова действительно хороший фильм «12», где там они решают суд присяжных, судьбу чеченского мальчика, которого подставили в убийстве отца, которого он не совершал. И вы помните, меняет история вот этого теперь предпринимателя, не Хабенский, как его фамилия-то, я не всех наших русских актеров помню, хотя взрослых. И когда он рассказывает свою историю, как он спился, будучи там ученым советского этого НИИ, научно-исследовательского института, да. И когда он там искал смерть, и блевал, и рыгал, и ругался, ну, стал таким обычным алкашом, хотя нормальный мужик. И как он сказал, а он же сидит уже нормальный такой, весь в пиджачке. Я вам вкратце перескажу тогда, ладно, эту историю, может, интересно. Ну, кто у меня в соцсетях, тогда посмотрите этот отрывочек, прекрасный вообще. Ну, можете весь фильм «12» Михалкова посмотреть, всем рекомендую. И вот он рассказывает эту историю свою, и вот он говорит, я очередной раз еду в электричке, думаю, выброситься, чтобы мозги мои по всей дороге раскидало, но, говорит, страшно. И, говорит, сижу, говорит, вот рыгаю, блюю, ругаюсь на всех, как последний негодяй. Может, кто-нибудь до кого-нибудь дойдет, кто-нибудь мне встанет, говорит, как размажит мой череп, говорит, я искал смерти, но боялся, там, бросится с этажа там под колеса. Думаю, может, таким образом какой-нибудь нормальный человек найдется. Парень за моё это быдлятство, наоборот, мне голову раскрошит. И тем самым мне добро сделает. Говорит, ну нет, все молчат. Говорит, никто на меня слова не поднимает. И, говорит, сидит напротив меня женщина с маленькой девочкой пятилетней. И девочка говорит, мама, я его боюсь, этого мужчину. Типа он злой или что-то, он страшный. А она говорит, не бойся, я вот уже забыл, надо было посмотреть, что-то забыл про этот отрывочек. Я бы вам надо было его прослушать. А она говорит, нет, дядя типа, и она говорит, он больной что ли? Она говорит, нет, дядя не больной, ему просто очень плохо. Ну вот, и он говорит, я услышал это. И он так прекрасно рассказал, он говорит, вы знаете, теперь это же, эта женщина, говорит, моя. Я, говорит, бросил пить. Говорит, я продал это. Но он какую-то технологию изобрел, типа, говорит, которая сейчас в каждом третьем сотовом телефоне. Русские ее, как себе, не купили. Мне дали премию в 50 рублей за три года. Мы, говорит, последние без соли доедали дома. Дети, говорит, поэтому он там пить начал, от него ушла жена с ребенком. Ну, говорит, когда вот я это... Ну, он по-другому рассказывает. И он, говорит, теперь я, говорит, я продал, говорит, он так обрывает речь. Ну, они все суперские, гениальные актеры. Это, конечно, Михалков там подобрал такую... Такой этот, как это называется-то, не костяк, а такую действительно великих наших современных актеров. Ну, многие и старые, очень. Звездный актерский состав такой. Все они супер играют эти роли. И он говорит, типа, я продал свою технологию одной западной компании японской. Теперь эта технология есть в каждом третьем сотом телефоне. Я, типа, миллионер. Я генеральный директор российского представительства. У нас 700 человек завод. Это, говорит, женщина теперь моя жена. И ее дочка моя дочь. Это девочка моя дочь. И у нас еще сын есть. Они такие, ну и что, к чему ты все это рассказал? И он говорит. А он один против, а не первое голосование устраивает. И из 12 тех, кто его согласны, что этого мальчика чеченца надо посадить в тюрьму. Потому что все доказательственное лицо. Но его просто там подставили. Кому интересно, посмотрите фильм. Я говорю, всем рекомендую. Фильм называется «12» Михалкова. Никита Михалкова. А он один против рук поднял. А решение судик должно быть единогласным. И они начинают, вот, и он поднял против. А он говорит, ну а зачем ты это сделаешь? Он рассказывает свою историю. Он говорит, вот один ее голос, одна ее речь, ее слово. Слово любви, да. Что я не алкаш какой-то, я не больной. А мне просто очень плохо. А он начал пить от того, что ну вот все плохо. Его не признали как ученого. Нищета. Работает в НИИ в советском закопейке. Ну там типа фильм тоже так, типа не наше время. Но они все в принципе такие старые. Действительно, как будто люди из советского времени. Он говорит, вот я недоценен. Денег нет. Есть нечего. Женат. Хочет что-то. А мне, говорит, премию дали 50 рублей. За три года моих стараний. То есть и сейчас-то ему плохо, да. Он же не дурак, да, не злой человек. Ну вот разочаровался, неважно. И даже то, что он пьет и спился и так себя ведет, он же не такой плохой. Ну внешне это выглядит так. И она, говорит, сказала, что не просто. И все, его это сразило. И его жизнь, да, изменилась. В одну секунду. Ну вот такой вот фильм. Тоже очень меня прям за сердце брало. Я говорю, рекомендую всем. Ну в социальных сетях я сразу добавлю. Он у меня, кстати, загруженный. Я тоже нарезал. Иногда эти отрывки. Мне они очень нравились. Я его добавлю. Ну сюда на YouTube просто невозможно их закачивать. Или вот так показывать. Все под авторскими правами. Все забанят. Так что вот так вот. Поэтому, я говорю, помните, это любое ваше маленькое, самое простое, казалось бы, незначительное порой даже слово. Десять копеек, я говорю. Слово поддержки. Слова любые. Слово проповеди. Вы могли сказать про, что вы верите в Иисуса. Вот там кто-то вас спросил. Человек потом уже захочет Евангелие. Скажет, прочитал Евангелие, поверил, изменилась моя жизнь. Все. Это может быть достаточно. Вы сказали какому человеку. Он найдет это Евангелие, Новый Завет, прочитает. То есть мы не знаем этого. Поэтому, действительно, любые дела надо делать. Они всегда принесут какую-то пользу. Все. Напоминаю вам заповедь Иисуса. Хотя сегодня о ней и так говорю всегда. Ну, такую заставочку на экране вам ставлю, чтобы вы не забывали этого. Ну, если нравятся полезные, отрадные мои ролики, вы знаете, что нужно делать. Все. Я с вами прощаюсь. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.